ну хотелось бы сначала начать с того может быть кто-то помнит что мы изучали или читали две недели назад вот и перейдем уже к следующей теме хотя бы тезисов парочку не надо там ну дословно так все перечислять но парочку тезисов было бы неплохо ну так царствие божие приблизилась она уже здесь она высосе христе пока эти в евангелии отлично покаяние осознать себя грешником исповедание попросить простить и сделать пригодным царство божиему изменив сердце ну то есть основная тема это было царство божье это мы рассматривали да но у нас как бы вообще вообще такая общая тема это настанчивое ученичество но мы сейчас ну если взять вообще эту общую тему наделится на две части и может быть у вас иногда приходят такие мысли что сергей так давай наконец-то уже практические вопросы но нам надо сначала друзья мы заложить основа основа закладывается отвечая на вопрос что делать уже практические вопросы они всегда отвечают на вопрос на вопрос как это сделать до тех пор пока я не пойму и не отвечу себе на вопрос что мне надо делать мне будет очень тяжело найти путь решения этого вопроса как это сделать поэтому вот у нас половина вообще вот этой темы она отводится на поднятие вообще важности вопроса и ответ на вопрос что делать так вот царство божье я считаю что это один из самых главных вопросов таких очень серьезных потому что можно сказать а зачем людям рассказывать о боге а зачем людям проповедовать евангелие там и так далее ну то есть может человек вообще не не понимать для чего но когда мы видите мы немножечко начинаем вникать в учение иисуса христа тот как раз царство божие одна из тех ключевых тем которые обычно проповедовал дает мы в прошлый раз размышляли вот сейчас секундочку вот царство божие центральная проповедь иисуса христа и помните мы три раза три таких пункта рассматривали первое что молитве очень наш рассматривается тема царство божие помнит молитву финал что там поднимается вопрос что да приди царствие твоего да будет воля твоя и на земле как на небе земли так и на небесе да это как сленц да приди царство твое то есть люди хотят приближение божьего царства второе то иисус христос учил учеников о царстве божьем как до воскрешения так и после воскрешения то есть мы не просто знаете как мы не просто рекламируем христианство говоря современным языком мы провозглашаем что бухле царство оно пришло на эту землю на эту падшую землю до абсолютно извиняюсь груду здесь происходит и вот это знаете как театр абсурда оказывается сюда пришли приблизилась царство божье то есть божий порядок он приходит сюда и третий такой путь третий такой вопрос это бог дал повеление идти и проповедовать это царство больше что удивительно и будет проповедование проповедана евангелие царство говорит христос до края вселенной и тогда придет конец помните да мы читали этот текст будет проповедана евангелие царство то есть это благая весть о царстве божьем вот и и тогда придет конец значит сегодня мы будем рассматривать главу это целая глава посвящена притча о царстве божьем вот иисус христос у него в учении он предлагал разные притчи вот почему он это делал потому что для того чтобы людям на понятном языке объяснить эту тему царство божьего он использовал притча и так да вот такой хороший такой вопрос кто мог бы тезисы написать к нашей теме было бы здорово вообще-то и может быть выложить в группу наш основной но это как конспект своего рода я могу печатать когда ты говоришь серёж если так подойдет конечно да конечно если если у влада там под рукой ручка может и власть есть а я могу вот это человек который в университетской так что анечка в этот раз пусть владик большое спасибо за то что ты провела вот эту нашу часть за что благодарна что беспокоит а вот влада мы попросим просто тезисы вот написать и в группу может быть их уже отобразить хорошо спасибо спасибо итак все что у нас правило тема шестая ученичество и наставничество учение иисуса христа на царстве божьем в притчах вот у нас будет сегодня четыре текста вообще они взяты из одной главы то есть это небольшая какая-то глава так но это не из разных текстов это все из одной из но из одного текста евангелия и 13 глава но вот я разделил его на четыре разных таких вот темы и вот первая тема это царство божье подобно человеку посеющих почти его доброе семя на поле своем она подобно зерно горчичному но подобно закваски но подобно не выдает мы сегодня будем как раз разбирать вот эти четыре библейские текста давайте наверно перейдем к первому тексту и прочитаем его с экрана это евангелие от матфея 13 глава с 24 по 30 стих и так царство божье подобно вот и вот мы сейчас из этого текста все таки сформулируем я немножко дал подсказку перед этим но я специально здесь не указывал для того чтобы сформулировали и так чему же подобно царство божье давайте прочитаем и сформулируем вот этот вот тезис кто мог бы прочитать этот библейский текст анечка спасибо другую причем предложил он им говоря царство небесное подобно человеку посеявшему доброе семя на поле свое когда же люди спали пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел когда взошла зелень и показался плод тогда явились и плевелы придя же рабы дома влад и сказали им господин недоброе ли семя сел ты на поле твое откуда же на нем плевелы он же сказал им враг человек сделал это рабы сказали ему хочешь ли мы пойдем выберем их но он сказал нет чтобы выбирая плевели плевелы вы не выдер вы вы не выдергали вместе с ними пшеницы оставьте расти вместе то и другое до жатвы и во время жатвы я скажу жнецам соберите прежде плевелы и свяжите их связки чтобы сжечь их а пшеницу уберите в житницу мою спасибо большое вот интересная такая притча но часто иисус спросить сережа что такое плевелы да хорошая хороший вопрос смотрите что такое плевелы плевелы это злаковые она очень похожа на пшеницу может быть даже сейчас покажет и она это своего рода бурьян вид имеет пшеницы но когда ты его берешь там на самом деле как бурьян от него пользы мало единственное что она делает очень много вреда почему потому что она во первых не дает развиваться пшеница потом она заглушает пшеницу и вот она имеет пшеницу очень похуже такой как бурьян такой как пшеница но он пустой да кстати в интернете вбил смотрю и один в один я подумал даже что это не пшеница оно похоже на пшеницу но часто растет такое мы еще любили его выдергивать да 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 ну как трава зеленая такая да это злаковые ну как одно из разновидностей да потому что злаки это же вот эти как бы пшеница рожь там это все это как бы группа растений очень но но абсолютно бесполезно то есть это бурьян и так чему же подобно сам что божье как вы из этой притчей мы это видим что мы здесь человеку человеку а какому человеку ну что наверно люди то бывают разные которые добро делают и которые зло делают нет а вот вам все божье она с чему подобно посеющему человеку доброе семя ассоциация с царством божьим это человек посеющий доброе семя на поле своем поле он посеял хорошие семечко вот пожалуйста как вы думаете а из этой притчи кто имеется кто такой хороший человек но человек который посеял доброе семя на своем поле как вы думаете кто это такой с кем с кем иисус христос вот параллель вот это проводит может быть апостол его может апостола еще кто как думает анечка говорит бог или иисус христос а что такое си а что такое поле свое вот его поле что это значит царство его нет получается то есть ну как бы царство вот смотрите царство небесное это когда человек все доброе семя на поле вот царство божье это то есть смотрите царство божье это поле равно человек который сеет на своем поле семечко да вот например а что такое поле вот у нас вопрос кто такой человек и что такое поле что такое семя вот с человеком вроде бы как у нас иисус христос это что да есть это бог да например христос или христос да но это иисус христос я сокращенно пишу чтобы что такое поле ну это наверное живущий на земле я думаю что это земля скорее всего да то есть скорее всего это люди которые ну это как бы ну да это земля я так думаю что это скорее всего земля а что такое семя это слово нет смотрите тут написано есть доброе семя есть плохое семя то есть доброе семя дает пшеницу да вот пшеница вот это доброе семя оно попав в землю дает пшеницу да а теперь смотрите ну как бы это люди скорее всего вероятнее всего вот эта пшеница колосочек да хороший колосочек которая приносит пользу да вот оно плодоносное но водоносит это вероятнее всего это праведники вероятнее всего скажите а вот смотрите и тут появляется еще такой персонаж пассажир тут такой интересный вот его написано враг где он затесался пришел враг вот этот пришел вот некто такой пассажирчик тут и смотрите что он делает а что и чем занимается враг нога так вот вот такой появился усатый полосатый рогатый говорит ага у меня в сердце неспокойно и у вас было неспокойно вот вот тут растут пшеницы и пошли тут расти вот эти плевелы да и вот такая проблема понимаете вроде бы как человек сделал хорошую работу он посеял хорошее семя оно произвело что выросла пшеница которая приносит пользу и тут появляется этот пассажир который тут всякие тут разные проскидывал тут бурьян понимаете и оно тоже выросло и оно тоже написано между пшеницей понимаете в чем проблема смотрите а кто такие рабы да я думаю что скорее всего это ангелы и вот приходят ангелы и видят вот такую картину что между пшеницей растут и гавелы они говорят слушай наверно пойдем мы прополочку сделаем сейчас поводергиваем что тут мешает расти нам загромождая да и что им отвечает и что им отвечает человек хозяин поля не надо не надо сейчас потом ну то есть оставьте как есть все то есть не надо тут а а почему друзья почему не он головных удержал ну как бы наоборот надо что-то плохое повыдергивать плохих людей которые делают плохие вещи работают но я но у меня такое вот если торопиться да то есть как это бог все усмотрен да или например он был выдергал там половину возможно враг бы еще чего-то нагадил они уже знают решение что в принципе мы уже знаем как сделать так ну наверное не знаю предостеречься еще раз от врага или не навредить себе еще больше не знаю как то вот так такое ощущение что бог все усмотрит видите смотрите потому что абсолютно да анечка спасибо что поделилась смотрите жатва 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 это кончина века это так ну христос говорит это кончина ну это конец всего да во время жатвы уже будет четко видно где плевелы а где пшеница потому что когда колоски растут они молоденькие знаете вот ты не разберешь например это плевелы или это пшеница вот часто вот задается такой вопрос ну вот почему бог вот так не придет и вот плохих людей накажет понимаешь а вот одни хорошие останутся но потому что бог всех любит одинаково вот и вот смотрите вам ответ на этот вопрос а потому что бог он оставляет все в таком виде как есть до определенного момента когда не проявится то что должно проявиться там будет то есть при кончине века будет уже заметно ага этот человек это вражий это от врага да а этот человек это божий человек и вот и вот смотрите он говорит что вот когда свяжут вот эти вот связки плевелы и тогда их сожгут вот тогда уже в конце будет очищение очищение поля произойдет вот это это то каким образом христос вот он представляет царство божье для слушателей то есть он им пытается пояснить что царство божье это понятие такое очень глобальное это процесс процесс сеяния это процесс жатвы это процесс отделения да вот плохого от хорошего и смотрите сколько здесь замешано в этом процессе разных личностей то есть тут есть бог тут есть люди хорошие люди плохие люди сатана есть ангелы есть да и вот такое все целый такой комплексный вопрос еще хотел задать вам такой вопрос друзья вот вокруг нас ну например ну скажем про людей которых мы знаем вот ведь на правда не правда ли вот есть люди на определенном этапе жизни они делают много плохого то есть они делают зло а кто нам сказал что не придет момент когда человек осознает себя грешником и не поменяет свою жизнь то есть он грубо говоря из плохого становится хорошим то есть надо человеку дать возможность все-таки вот эту благодать найти бога в своей жизни даже если он очень плохой вот и человек может примирит и человек может примириться с Богом он может изменить свою жизнь а его выдернули раньше времени вот например ну такой пример ну такой пример позвольте предложить например есть такое понятие как смертная казнь как пожизненное заключение вот раньше вот раньше например если человек делал зло его убивали ну делал зло а вот сейчас благо что есть такое понятие как пожизненное заключение то есть это возможность человеку аду ну как бы проанализировать свою жизнь и ему дается очень много времени для размышлений да самое худшее наказание не быстренько его наказать а всю жизнь думай вот тебе да да вот ты сиди и думай теперь и вот представляете что человек в этот момент переживает он все эти воспоминания вот это все вот он он это все проживает и думает и немало людей приговоренных к пожизненному заключению они примиряются с Богом потом они раскаиваются они примиряются и уже уходят готовыми к Богу вот человека убили все а он не готов встретиться с Богом может быть еще кто-то хотел что-то добавить комментарий какой-то к этому тексту мы перейдем сейчас дальше а можно Сережа вот на живом примере вот просто вот я сейчас эту ситуацию все разобрала вот на своем примере по поводу вот ну Димы и Софии да то есть Дима хочет то есть чтобы он Софии взял в определенные какие-то дни я как бы чтобы защитить все-таки немного себя я хочу предложить другой вариант но опять же где будет лучше кому я с моей стороны я должна все-таки смотреть на свои интересы или нет или только пусть Софии и Диме будет комфортно я вот это не могу понять потому что то что я тут поняла я должна согласиться что мне Дима предлагает может быть мои желания Анечка смотри сразу скажу такой момент это такое правило правило когда мы подходим библейскому тексту есть так ну есть принципы по которым мы читаем Библию то есть имеется ввиду что мы не можем все тексты применять к любой жизненной ситуации ну например то есть вот эта история вот тут вот эта притча она она непосредственно касается то есть я не могу ее применить к любой моей жизненной ситуации например мне надо восстановить водительские права а вот в милиции мне ставят какие-то препятствия и козни ага это ангелы они хотят мне там навредить там а вот я хочу остановить права значит это хорошее озеро ну понимаете то есть можно прийти просто до ну 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 прийти не к правильным выводам скажем так поэтому я бы все таки рекомендовал пока эту притчу оставить в формате вечного царства и в формате спасения человека да ну хорошо что ты сказал что не все тексты потому что я пытаюсь всегда найти вопрос в моих ну так жизненных ситуациях найти текст библейский если я что-то читаю я как бы стараюсь его применять но ты говоришь не всегда это подходит а как знать молиться ну тут ну мне нравится такой принцип который часто применим в библии принцип такой читай так как написано да или понимай текст как он написан простым языком не пытайся найти какой-то там подводный смысл да скрытый смысл да потому что подводный смысл он часто может то есть можно дойти до такого такой трактовки которая абсолютно не соответствует библейской истине вот например был такой отец церкви но это как не отец церкви это уже такая средневековье был Фома Аквинский да вот Фома Аквинский у него такая была особенность но он очень повлиял именно на развитие западной церкви это развитие именно католической церкви он пытался во всем найти аллегорический смысл и дошло просто там буквально до смешного то есть да он повлиял на церковь на катахизис но проблема в том что он пытался во всем найти какой-то скрытый смысл какие-то вот но в библии так не работает то есть мы вот например если взять эту историю то она говорит о чем что Царство Божие подобно Богу который делает свою работу на своем поле какую работу он сеет семена истины и от которых люди становятся плодоносными они приходят к Богу они начинают приносить плод Царства Божьего но вместе с этим есть также враг который продолжает работать и тоже делать кухни и точно так же как у Бога есть его люди праведники которые приносят плод точно так же у врага есть люди которые приносят зло делать зло да и они даже могут быть среди праведников скажем так да но мы не можем делать преждевременные выводы до тех пор пока не придет конец этого мира и уже сами ангелы сам Бог разберется все-таки кто Божий а кто не Божий вот в двух словах я рассказал вот эту притчу и часто тоже задается вопрос почему Бог не наведет порядок на земле почему потому что еще не пришло время вот может быть ну в противном случае можно просто выдернуть раньше времени тот росточек который может в результате принести плод хорошо друзья давайте тогда следующий слайд Царство небесно подобно вот если Владу будет не сложно то там первый слайдик там можно описать ну кратенькое описание ну именно тезис какой-то дать например Царство Божие подобно Богу или там человеку который сеет зерна там на своем поле скажем так вот следующая вторая притча кто мог бы прочитать нельзя иную притчу предложил он им говоря Царство небесное подобно зерну горчичному который человек взял и посел на поле своем которое хотя меньше всех семян но когда вырастает но когда вырастет бывает больше всех злаков и становится деревом так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях ему интересная притча друзья если вот Виталик Людмила тоже подключайтесь Владик тоже будем рады если вы поделитесь своими комментариями чему же подобно Царство Божие в этой притче это продолжение Несмотря на то что оно маленькое оно вырастить может во что-то очень большое и громадное что скажем будет донефит всем живым существам не знаю как донефит приносить пользу да нанесет пользу да всем очень много даже несмотря что мне кажется что это вообще как я почему-то это сейчас напомнила про предыдущую притчу что если даже плохое зерно да вот оно может быть не видно там как бы вытергать а тут имеется ввиду просто маленькая семечка которая незаметно почу его но маленькая она и умрет не надо его поливать нет надо ему дать время прорастать и тенить его наверное относиться к нему так же как и ко всем другим вот когда так же как и всем другим что-то вырастет просто то что чего-то не ожидаешь отлично друзья кто еще как думать пожалуйста ваши какие-то как вы это видите мне вот интересно стало если там человек всю жизнь плохое зерно и типа в конце жизни он становится хорошим зерном получается бог его благословит и он попадет в рай или как это происходит человек всю жизнь решил и получается только в конце там 85 лет например к чему-то пришел и потом господь его благословит или как очень хороший вопрос ну что сразу человека сравнивают с царством небесным о чем мы говорим про человека это владик наверное по предыдущим да я по предыдущим просто я думал 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 и типа думал что я к самому как-то дойду и решил вас спросить по предыдущим давайте давайте может быть владик вот этот вопросик можем оставить в конце хорошо его разобраться а мы сейчас по вот этому тексту пока ну чтобы у нас он уже сейчас фокусе вот и может быть все таки по нему а следующее мы обязательно хотя бы пару минуток я скажу о комментариях друзья по вот этой притче что царство более подобно горчичному зерну горчичное но очень маленькое кстати в украине есть и может и в россии есть я не знаю у нас такая была одно время горчица ну которую намажешь намазываешь на хлеб и она из горчичных зерен сделана это французская горчица по моему тоже есть то есть она маляпусенькая вообще как даже не как горюшок даже меньше вот интересно что христос он открывает тайну он говорит что такое царство божье оно похоже на вот это горчичное зернышко незаметно маленькое такое ну и я как бы для себя и то что даже влад спросил у меня такой ну вот как-то мне такой прообраз сложился возможно я но не права поправки что ну вот есть в человеке есть вот такое ну бог насаждает да вот что-то такое хорошее и оно маленькое возможно всем кажется что это плевел и не пшеница что хорошего будет из этого человека да но в конечном итоге под действием духа святого да и там других людей возможно вот он становится кем-то таким большим что даже мы не ожидали да но то есть что бог часто видит вот что хорошее что то хорошее что возможно люди не замечают мне нравится то что они даже говорят просто но не про царство небесное как это больше как про человека но мы когда-то говорили что царство небесное живет каждом из нас да когда мы с бога примиряемся это как а второе то что ему у меня в голове сложилось то что больше как бог взял и посеял на земле царство небесное да она маленькая ну и и даже можно сравнить с иисусом когда он пришел и сделал поручение отца и это вот это духовный мир да вот духовное спасение она вообще незаметно и она вообще незаметно и мы его не видим своим взглядом ну вот оком своим не видим но она делает большое дело да друзья то есть абсолютно вы все абсолютно правильно вот размышляйте на тему что ну видите вот мы живем в мире где людям нравятся брендюжные проекты большие дома танцонациональные компании большие пароходы там мальчика даже как-то плавала на круизном лайнере большом дать не на лодке резиновые на круизном лайнере там конечно венец и а ведь как бы а у бога все по-другому него как бы категории измерения совершенно другие и вот часто вот то маленькое незаметное которое ну у людей даже как бы знаете люди смотрят а чё там с этого возникнет оно вырастает очень грандиозный проект и вот например один из таких случаев было это когда первые миссионеры приехали в ирландию их ну в ирландии был такой закон но мне кажется ли в ирландии или в англии и когда они рассказали вообще евангелие царства там получается в основном жили люди которые это была культура доблести то есть чести то есть имеется ввиду что если ты сильный то ты будешь иметь власть ты будешь держать их страхи покорение и когда они посмотрели на христианство которое проповедует любовь они даже так улыбнулись что типа ну и что вот этим можно завоевать мир ну и короче ну христианство потом стало здесь великобритании вот ну то есть сила и сила власть и страха он он не может дать то что дал христос через любовь и вот такой маленькой незаметный самопожертвован вот и вот тоже когда в палестине зародилась христианство это было маленьким зернышком таким маликусеньким а сейчас это самая как бы влиятельная религия в мире она выросла в такой размер и вот так во многом поэтому друзья это очень хороший прообраз того что царство божье это она сначала незаметно и вырастает до таких размеров что потом написано даже христос горит что что даже прилетает птица небесную крови это принцип божьего царства то есть не смог не смотреть на вот маленькие какие-то начинания незаметные вещи и помните мы с вами прошлый раз или позапрошлый раз мы рассматривали вопрос умножения помните да то есть вот пожалуйста умножение например можно сказать так то чё там эта община собралась там пару человек сидят что-то себе пишут библию читают вот если бы у нас было там ну хотя бы там две сотни людей вот они может вот тысячу людей вот это понимаешь церковь вот это понимаешь размах а там собираются все что-то там я не я к этому отношусь с точки зрения ходить с точки зрения божьего царства ну мы же не знаем что произойдет через 10-20 лет говорят вода камень то че знаешь немного да мышь это же божий труд это же не мы себе придумали и даже святозернышко и кому-то может он окажется таким маленьким и незначительным никто не знает что это произойдет его что это вырастет сюда наше дело какое-то чуть-чуть не спеша двигаться к намеченной цели правда я хотела я сказала хотела люди сказать большое спасибо просто я сейчас себя анализировала я одна я постоянно хожу мне нравится а мне просто вопрос когда я буду не одна вот люда не одна и она даже несмотря то что рома там не всегда ходит да там не может не хочет не знаю она все равно продолжает ходить насколько вот это вот у люди столько вот силы веры и всего это очень круто люди а я не в общем я просто хотел сказать что я хочу также как это 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 главное это сохранить состояние знаешь я не знаю у меня просто было от бога послание однажды я пришла я включу камеру это просто с макарами когда так выключаю меня же однажды было два года назад когда я тоже так думала ходить не ходить ну потому что я добиралась вот иногда я еще думала однажды там идти не идти иногда мне было напряжно когда мы еще добирались на и однажды у меня был такой урок от бога я уверена что от бога когда я пошла я опаздывала но я забыла карточку от ойстерки мне как-то такой хаос начался я бежала чтобы купить новую забросить деньги цену я опоздала носила пришла да но чем фишка была что я и шла воскресенье а на следующий день не надо было идти на работу ребенка отвозить если бы я не пришла не пошла бы да то все это произошло бы со мной в понедельник как потому что я не знала где карточка я после этого я так благодарила бога я думаю все вот как-то у меня мысль такая четкая была уверена что я обязана ходить чтобы не было как бы не было воскресенье потому что на самом деле очень часто мысли вот эти приходят начинает пожалеть себя тоже воскресенье можно что-то другое там или как-то планы по-другому делать вот такой комментарий и не всегда я в очень духовном состоянии вот например сегодня у меня самые низкие духовные состояния но просто иду и надеюсь как мне когда-то еще серёжа сказал макар подожди мне когда-то серёжа тоже сказал я вот еще тоже так сказал он сказал прекрасную фразу что дьявол любит добивать когда мы в одиночку я не всегда это вспоминаю но сейчас помнила так что лучше ходить я всегда знаю что что-то хорошее полезное я после этого по-любому возьму для себя и мне будет легче и даже аня на тебя посмотреть ты капец растешь такие фразы говоришь я понимаю вау вот просто человек растет и растет так что взаимный комплимент спасибо правда правда а я то что я хотела вставить пять копеек это за нашу цепь ну то что ты рассказал что у нас мало хоть да но постоянно кто-то новенький есть да и потом уходит постоянно кто-то что-то для себя берет вот как речка у нас такое получается у вас уже нигде люди приходят и уходят ему ничего бог знает что делает да даже например у того человека который рассказывал что он там сдает экзамен и не может задать четыре раза то он же получается там каждый раз рассказывал что он новому человеку рассказывает о религии вот как-то передает свои знания это все не ограничивается тем количеством людей которые присутствуют на этом сумме да кстати мы в пятницу молились перед нашим отъездом и и он потом уже на недельке поделился что он сдал экзамен так что не круто пришел помолился и он счастливый хорошо друзья туда двигаться движемся дальше у нас еще две притчи еще две причины один вопрос сейчас я уже спрошу друзья смотрите еще две притчи они тоже коротенькие они небольшие могут прочитать третью притчу я могу прочитать прочитать да да конечно конечно спасибо но ее притчу предложил он им говоря царство небесное подобно зерну горчичному которое человек взял и посеял на поле царство небесное подобно еще подобно царство небесное неводу закинутому в море и захватившему рыб всякого рода который когда наполнился вытащили на берег и сев хорошие собрали в сосуды а худое выбросили вон так будет при кончине века изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную там будет плач и скрежет зубов друзья царство божье что здесь царство божье подобное неводу невод это сети да вот которые рыбаки используют но похоже на рыбацкие сети но всегда знаете вот царство божье но всегда ассоциируется с чем-то таким хорошим вот такой там успех рост а тут прям такая притча знаете на ух такая ух вот такая все так вот а в чем суть этого невода в чем царство божье здесь проявляется всякая рыба там да разные то есть его цвете закидывают в море и они вылавливают разную рыбу разного типа и смотрите и что потом происходит ну да здесь тут параллель происходит между большой рыбой это хорошим человеком и худой рыбой это человеком который грешный и совершал очень много плохих поступков вещей ну соответственно плохой этого хорошего да да то есть видите тут есть две группы рыбы два типа рыб то есть хорошие и плохие рыбы и вот и потом происходит сортировка сортировка плохой рыбы и сортировка хорошей рыбы и вот хорошую рыбу собирает сосуды пригодная да а вот плохую рыбу выбрасывают и вот смотрите как что-то он делать христос он говорит 49 стих придут ангелы божьи и отделят злых и среды праведных и вы вывергнутых в печь ввергнутых в печь огненная там плачет скрежет зубов то есть будут некие злые среде праведных то среди праведных людей будут затисаются знаете как затисаются злые ну ну а вам не кажется что эта притча очень похожа на первую которую мы про плевелы читали вот вам не кажется что очень похожий сюжет что там была пшеница между ними плевелы были самом конце то есть будет кто-то может быть из них и быть но хорошую да чтобы не не сейчас злых вылавливать а дать им все-таки время да как бы то есть человеку надо дать выбор да например и он говорит что ангелы отделят злых из среды праведных то есть будут вот такая рыба вся и произойдет как бы то есть сейчас как бы очень тяжело четко дать понять например все таки вроде богу молится вроде и крестится и не поймешь или он по-настоящему это делает или он притворяется да там а есть люди которые не крестятся и ты не поймешь а человек хороший и поступки делает то есть ну тяжело понять да так вот придет время когда произойдет вот этот вывод как бы и там уже ангелы как бы они уже по-настоящему определят так все-таки кто хороший кто плохой вот это мне кстати такая когда ты такой слышал афоризм такой что царствие божье придут люди те которые не ожидали что они туда попадут а те кто ожидали что туда попадут могут им туда не попасть то есть имеется ввиду что все равно произойдет однажды то есть царство божье это сортировка это отбор это это отделение злых из среды добрых праведных в определенное время это очень хорошая возможность человеку задуматься так все таки в какой я состояние да ты просто помнишь пожалуйста там просто очень шум идёт когда днем этого револю а вот поэтому друзья вот это очень важный момент еще это хотелось так тоже сказать такую мысль что ну а как бы доподлинно только бог знает на самом деле насколько человек пригодны для царства божьего то есть мы должны все равно трудиться мы должны проповедовать мы должны работать над своим сердцем но не делать поспешных выводов потому что часто людям люди склонны делать поспешные выводы давать как кому-то оценки да например и самый главный самый лучший конечно принцип это все таки вникать в себя разбираться с собой и давать себе оценку почему потому что только ну и от меня ну то есть на мне лежит ответственность перед богом во первых разобраться с самим собой а действительно ли я в правильном состоянии перед богом да и уже потом уже все таки богу но стараться перед передавать тех людей которые например то есть не спешит с выводами скажем так теперь вот я плавно перехожу к вопросу который задал глав смотрите друзья на самом деле действительно ну как бы вот так и получаем серёжа прости а мы же только три притчи разобрали три я просто лишь у меня нету анечка сейчас закваски нету да закваска матфея 13 33 просто у меня нету сейчас ну давайте мне просто я не то экране потом перечитать себе матфея целые тринадцатую глава это же одна глава да это одна глава давайте вот кстати вот хороший вариант это может быть взять и как домашнее задание знаете как извините я просто когда делал слайд я почему-то сделал я не обратил внимание что там текст тот же самый что и вот вот я просто могу говорить или ты говорить просто мы стоим вдвоем то я ей предлагаю что не слышно все нормально не слышно да и смотрите какая ситуация что владик задает правильный вопрос например так это что человек живет а так всю жизнь делает плохие дела а потом раз в конце жизни тут понимаешь покаялся и попал царство божье вот если посмотреть историю распятия разбойника возле христа то в принципе оно так и получается что представьте человек жил не просто он жил без бога он жил откровенно бандитской жизнью он приносил людям горе и плач и и проблемы и тут он висит на кресте и говорит христу когда придешь царство твое помяни меня когда придешь царство твое он говорит ныне же будешь со мной в раю почему так происходит нельзя почему потому что в библии есть такое понятие как милость да если взялись как я уже писал прошлый раз и мы будем говорить о людях то все люди написано ибо все согрешили лишены славы бога вот представьте не один человек из нас живущих это же знаете греховная природа что ты сделаешь потому что надо это передается по москвисту ты говоришь делать не надо она специально это делает смотрите какой стоит вопрос вопрос в том что библия говорит так что ибо все согрешили и лишены славы боги все возмездие за грех смерть то есть если взять каждого из нас ну друзья ну ну извините но нас всех надо наказать за наш грех и вот приходит христос и говорит я вместо вас умираю на кресте я вину вашу за грех беру на себя это называется заместительная жертва то есть на самом деле должен был быть я казнен за мой грех приходит христос и говорит это была такая интересная ну как бы ну скажем так была такая интересная ну есть такая как бы история что вот представьте значит стоит осужденный человек и судья выносит ему приговор и человека надо наказать но судья настолько любит этого человека что он снимает мантию и вместо него казнят судью понимаете то есть судья взял на себя вину почему этого подсудимого была такая в истории история может Виталик знает об этом причем даже есть определенно в Америке такой даже город и я не помню как это что значит привели на судебное заседание женщину которая украла там еду чтобы она была голодная чтобы накормить своего там ребенка себя накормить ее споймали и ее отдали под суд судья выносит решение чтобы эта женщина заплатила штраф в размере там каких-то там долларов не помню чего заканчивается заседание судья берет открывает кошелек и платит эти деньги вместо этой женщины за ее вместо нее штраф то есть по факту суд совершился по факту вынесен приговор про справедливость восторжествовала но плату за это преступление внес судья друзья просто если взять библию и внимательно ее посмотреть ни один человек не способен за себя заплатить ни один из нас не достоин попасть в царство божье потому Иисус Христос и пришел на эту землю прожил праведную жизнь был распят на кресте казнен чтобы заплатить за нас вину который мы должны были заплатить за себя и неважно друзья либо это произошло как у меня в юные годы когда я учился в хобби или это старик который лежит на лодре болезни там за пять минут до смерти он принял эту жертву он согласил он попросил чтобы Бог его простил разницы нет нас объединяет только одно мы все должны признать себя грешниками мы все должны принять Иисуса Христа спасителем и верой принять что вот это решение моя проблема за грех смотрите что происходит с плевелами с плевелами это немножко другая история то есть это история о чем что есть среди праведных людей есть люди которые лже братья лжехристиане лже праведники и ты не поймешь ты не разберешь что ты живешь жизнь смотришь вот с тобой стоит разговаривает человек он называет себя христианин как будто бы он христианин он вроде бы красивые слова говорит христианские а может быть человек вот посадная утка знаете как вот это плевел но моя задача не пытаться выносить какое-то суждение преждевременно что только Бог знает на самом деле так он плевел и все таки или он пшеница а мы часто готовы уже саблю на голову уже доставать и уже рубить шашками там направо и налево уже выносить приговор там кто спасен кто не спасен кто хороший кто плохой знаете а хозяин говорит нет не надо ты пока оставь это до последневременно Бог разберется кто хороший а кто плохой вот скорее всего вот об этом вот эта притча а есть у нас время еще на один маленький вопрос а сейчас секундочку да еще есть да да Людочка конечно ну по поводу того что ты сказала у меня просто была однажды ситуация насчет одной очень знакомой нашей ситуации мне сказали насчет других людей что какие они христиане что у них такие проблемы что они такого наделали и я что-то пыталась сказать но я поняла что там человек категорически ну вот ну вот понимаешь что христианство все плохо из-за того что люди так делают и я просто не знала что сказать в этот момент дай пожалуйста совет как правильно словами вот как бы сказать что христианство оно не значит то что ну христианские христиане делают ошибки да вот этот момент как-то я не знаю как это описать чтобы люди которые видят что христиане делают неправильные поступки не значит что это что нету Бога да и что нету христианства истинного вот как в этот момент как бы помочь человеку не развериться в вере да который и так наверное как я понимаю Бога толком не знает да только визуально христианство как бы на практике не испытывать если он так может сказать вот такой вопрос да хороший вопрос это один из самых таких ну больных на самом деле вопросов потому что люди пытаются выносить оценку христианства по поведению других людей смотрите ну мне нравится такой пример очень простой ну вот представьте идет пьяный милиционер по улице полицейский ну пьяный да вот он идет пьяный ругается к людям пристает скажите от этого полиция она стала плохой а почему а почему например мы не считаем что полиция плохая потому что полицейских идет пьяный короче вот мне вот так надо говорить этого человека конечно привет смотрите кто такой пьяный полицейский это человек какой-то по какой-то причине он допустил промах своей жизни он напился да ну не проконтролировал или он или он алкоголик да но из-за того что на нем мундир или там одежда полицейского нам кажется что вся полиция плохая понимаете то есть ну возьми сними с него вот эту форму полицейскую ну напился себе человек ну идет себе по улице понимаете вот так часто происходит и с христианами то есть если это напился человек ну это ну а ну с кем не бывает все мы плохи но если это напился христианин а если еще и священник все все христиане плохие но это ж неправда почему потому что видите часто люди выносят суждение на основании принадлежности к какому-то сообществу но от того что один полицейский напился это же не значит что вся полиция плохая да а сколько например прекрасных полицейских которые спасли чужую жизнь которые пошли на самопожертвование и которые там погибли защищая жизнь другого человека но почему то видите вот люди всегда обращают внимание на плохие вещи на плохие истории на плохие картинки вот так и с христианством видите с одной стороны если человек ищет причину обвинить христианина ну или христианство ну обычно очень тяжело человеку осознать что на самом деле это не так да но если человек человек думающий как бы и объективно выносящий с суждения просто ему надо сказать что во-первых все люди одинаковые все люди имеют слабости да один только Бог святой один только Бог совершенный но мы учимся быть похожими на Христа мы учимся быть ну жить жизнью которая похожа на Христа и это путь путь который мы проходим и у всех есть искушения и сложности и еще такой момент что ну как бы сам Христос сказал что я создам церковь и врата да я не удалей то есть чтобы люди не говорили про церковь и про христианство сам Бог он говорит я и врата да не удалей эту церковь то есть Бог будет свою церковь беречь как бы да хотя очень много там и и соблазнов было и много плохих историй но как бы Бог продолжает заниматься спасать людей и вот поэтому ну вот так вот это мое мнение не не судить по одежде знаете вот не пытаться выносить суждение на целую на целое вероисповедание потому что кто-то сделал что-то плохое вот такая вот мысль что-то а да спасибо постарался максимально ответить друзья смотрите будем сейчас молиться уже как раз давайте сделаем выводы что я буду делать то есть что в этой истории для меня как бы вот особенно в контексте вот Царства Божьего ученичества что мне вот ну как бы открылось и что бы я хотел поменять что бы я хотел изменить значит друзья еще такая просьба пожалуйста не комментируем друг друга хорошо мы только говорим сами про себя и только про себя сейчас сейчас время где мы просто делимся своими открытиями без комментариев пожалуйста спасибо можно я быстренько пока микрофон все притчи которые мы читали мне они указывают на то что ну это процесс это рост и это медленно это не быстро да и я себе так написала чтобы быть терпеливой и не ожидать быстрых результатов от себя и от других людей ну дать время и надеяться на то что ну Бог будет производить работу потому что я часто там на себя смотрю мне кажется ну вот это никогда не поменяется ну вот ну то есть там ну видишь как медленно что-то происходит либо от себя либо от других точно так же ну то есть наоборот надо помнить что Бог делает свою работу и незаметно то что нам кажется что ничего не происходит на самом деле работа происходит и Бог знает что он делает поэтому вот такой мой вывод супер так хорошо у меня было сегодня такое ну прям для меня просто вот как через сердце не суди да не судим будешь отлично отлично вот я почему-то у меня прям про Диму я так думаю спасибо спасибо большое еще друзья кто бы хотел поделиться ну мне тоже нравится эта фраза то что в конце мне сказали чтобы не не вырывать плевел ну раньше я такая была сейчас мне Бог уже поменял я раньше ходила там ты там куришь это так плохо или что там ну меня прям сильно раздражают всякие вот эти моменты но как-то Бог меня так провел через то что я очень смиренно смотрю и мне жалко этих людей как-то я очень так адекватно сейчас смотрю ну вот например на то что в Украине творится не могу смотреть адекватно и тут уже хочется словами рвать не метать да но понимаешь что тоже все Бог держит и самое главное для меня я опять всегда знаю просто надо постоянно за собой смотреть да что в моем сердце всегда было царство Божье и то что я делаю и то что во мне видят люди спасибо большое Людочка может Владик Виталий может какие-то выводы пожалуйста можете ну какой-то тезис может то что вас коснулось в этой из этих притч ну не знаю что ну самое главное что сегодня можно выделить это то что не нужно кидать камень в другой чужой огород и там говорить что неправильно делает или кто-то в каком-то моменте неправ потому что все равно Бог это все рассудит когда мы придем в царство Божие отлично да у меня на самом деле очень большое ободрение было вот я сегодня когда читал что горчичное зерно да вот такое маленькое такое незаметное такое неброское такое но под Божьей силой оно вырастает могущественное такое дерево где то есть просто ну не спешить давать оценки как бы и дать Богу просто возможность явить свою силу и научиться то есть в этом и царство Божие заключается вот когда на Христа смотрели говорили да это же плотник ой я вас умоляю какой-то там плотник что-то возомнил себя тут каким-то тут раввином тут что-то ходит учит а сейчас Христа это имя все знают даже враги и все боятся Христа вот поэтому и меня это очень радует меня это очень вдохновляет потому что я верю что Бог то что Он делает Он делает Он доведет это до конца и и все потому что это закон царства Божий но для меня это большое ободрение я еще хочу добавить я еще хочу добавить то что ну нашему телу вывод то что мы поняли да и вообще за целый урок ну и и у меня просто такое я реально была никакая в начале ну целый вот как-то я обожаю все-таки наши эти встречи нас так мало но всегда Бог работает так мягко так плавно так хорошо и вот я не знаю я вам отвечаю это вот Бог взял и вот через Аня ничего особенного я не сказала но у меня такая ладно я же думаю Бог ты мне походу привет передал я нахожусь я думаю что я улыбаюсь да 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 такого вроде особенного не сказали да но мне очень как-то так привет от Бога да кстати вот для нас тоже очень большое ободрение когда мы собираемся знаете это увидеть друг друга поделиться друг с другом ну это потрясающе это то что на самом деле Бог делает может быть Витальчик бы сказал пару слов если он честно мудрик нам Витальчик мудрик этот затих тихонько да тихонечко вздремнуть решил нет я не тревожил ну надо что для себя я вынес надо обравняться на Христа просто когда ты начинаешь анализировать по Слову Божьему ты просто видишь что ты далек просто вот ты можешь попасть в разряд плевелов потому что вот ну идеально быть очень как бы быть светом и солью на этой земле достаточно сложно на самом деле ну чем ближе к Богу тем легче на самом деле но если без Бога это невозможно ну ты скажешь в Библии что все что что человеку невозможно Богу возможно поэтому в принципе да как этот как сказал один мой хороший там знакомый он говорил так говорит умереть для Христа намного проще чем жить для Христа а жить для Христа надо каждый день знаете поэтому друзья вот это да это я Виталика сразу вспомнил друзья у меня есть предложение помолиться у нас еще будет замечательная песня и буквально пару объявлений и мы будем уже заканчивать поэтому давайте помолимся у кого есть желание на сердце такое Бог вдохновляет вас и хочет ну как бы вы хотели бы помолиться а то сейчас как раз время для молитвы кто хотел помолиться сейчас я выключу чтобы выключить чтобы выключить